Всем привет! Получила я сегодня посылку с Али. Вот. И сейчас я сделаю обзор того, что тут есть. На самом деле у меня было два заказа. Это некоторый чай и какие-то там ягоды, я уже точно не помню. Возможно даже Годжи просто посмотреть, что это такое. На самом деле у меня Годжи есть в составе Бабао. Это чай 8 драгоценностей. Но суть не об этом. Так как вторая посылка давно уже идет, 52 дня уже где-то зависла. И я даже уже открыла спор, хотя продавец уверяет, что он куда-то послал. Но правда не говорит куда. Может быть даже и не ко мне. А может быть даже и не послал. В общем, по правилам Али и там по какому-то моему статусу у меня есть 12 с лишним дней поддержки продолжения этого спора. Если до 20 числа, а именно 20 последний срок прибытия посылки, она не прибудет, то я могу обострить спор с продавцом. А вторая у меня была, заказывала я 10 разных трусиков. Где-то они у меня вышли на 362 рубля, что ли. Одни какие-то были по 60, по 70, какие-то были чуть ли не по 29 рублей. И какие-то даже мне шли бонусом, там была скидка 2 доллара в подарок. И вот, наверное, это все-таки эти самые трусики. Другую сторону я не буду показывать, потому что мой адрес, я не думаю, что от кому-то все-таки нужно знать. А если кому-то нужно знать, то он просто напишет мне в речку. В общем, вот такой квадратик. Сейчас я его вскрою ноженками. Ноженки. Пакет довольно рвется хорошо. И да, действительно, там вот, скорее всего, трусики. Но никак не чай. После записанного видео я отмечу, что они уже действительно дошли. Любители всяких странных звуков, вот сад должен как раз радоваться этим самым звуком. Вот такой квадратик. Всякие разные. Сейчас я его вскрою. Мы с вами посмотрим, что же мне прислали. Все так интересно сложены. Вот. Первое. Вообще, у меня там было, по-моему, большинство стрингов. Но на лето не самое то, особенно если вы носите юбки или брюки в обтяжку. У меня есть парочка брюк в обтяжку именно для лета. Вот такие стринги. Эксель. Какие-то были исключительно хлопок, какие-то были бамбук. А кто-то был смешанный. По-моему, это хлопок. Хотя разницу хлопка и бамбука я не очень различаю. Да и здесь как-то не написано, что это. Юнг Мэн Дни. Из той же серии. Только уже черненькие. Вот такие. Естественно, тоже стринги. Тоже эксель. И тоже Юнг Мэнг Ни. Так, вот здесь у нас ничего нету. А здесь какой-то номер. Тут у нас восемь, семь, два, пять, три. Что сию обозначает? Ну, загадка. Да, кстати, на трусиках у нас маленький бантичек. Такой миленький. Так, а на этих, на этих тоже. Только черный. И вот, наверное, из той же серии. Хотя нет, это уже немножко другие. Здесь канва такая черная или голубая. Но тоже Юнг Мэнг Ни. Наверное, это все-таки тот самый магазин. Название, который это все продавал. И тут у нас восемь, семь, два, шесть, шесть. Оно такое, как бы, кружавчиками. И это, ну, я не знаю, как, не совсем, наверное, стринги. Хотя, может, тоже и стринги. Тут тоже такая же полосочка. Вот они. Тоже иксель. На ощупь материал, в принципе, такой же, как у этих двух. Тоже голубой бантик. Теперь у нас синие, в кружочек. Опять такие же. Все то же самое. Только уже восемь, семь, два, шесть, шесть. У нас, кстати, да, вот одинаковые тут. Оба восемь, семь, два, шесть, шесть. Дальше у нас пошли кружева. Из чего кружева, я, конечно, не знаю. Но говорилось, что якобы там натуральный материал. Это уже у нас кальвен. Кальвен, наверное, так произносится. И тут уже у нас размер М. Ничего на бумажке с другой стороны нет. У нас тоже маленький бантик. Они такие вот, легкие, кружевные. Изнутри тут у нас какая-то сеточка такая. В общем, ну, интересные такие. Ближе к розовым трусике. Все-таки тоже стриньки. Тут уже такие, наверное, алые. Эти больше в красную. В красном отходят, а эти ближе к алому. И, кстати, тут у нас даже какая-то вот именно на этих, какая-то бирчика. Прямо на самих трусиках. И вот дальше. Никакой это не хлопок, никакой это не лен, никакой это там не бамбук или еще что-то натуральное. Тут полиамид и спандекс. Все честно. 20% спандекса и 80% полиамида. И сделано в чине. Ну, где бы еще оно было сделано. Вот такие вот. Вот пока все были без огреха, вот здесь только немножко шов вылезает. И вот он как-то не очень ровный, не очень качественный. Ну, сделаем уж скидку. Мне-то тоже сделали скидку в 2 доллара. И они, кстати, другое производство. Здесь у нас, ну, то есть их видно. А тут тоже, что было до этого. Кстати, оба белых на другой стороне. Хотя здесь размер М. Все, насколько мне помнится, у меня был размер универсальный на всех. Дальше у нас идет синенький. Химическое кружево. Мне кажется, химическое кружево на нижнем белье заплетели в каком-то году для поставки в Россию. Тоже полиамид и спандекс. Та же самая чина. И тоже М. И той же фирмы, что и ближе к красному. И тут, кстати, номер чуть пропечатан. 8, 7, 1, 6. И, скорее всего, это 9, потому что больше похоже на 9. Они сшиты более качественнее, чем предшественники их. Вот эти вот. А это у нас уже черненькие трусики. Они еще меньше, мне кажется. хотя размеры у них тоже М. Ну и по составу все то же самое. Кстати, ничего так тянутся. Вполне себе. А вот дальше идет, вообще я заказывала фиолетовые. Но, видимо, фиолетовых просто не было. Мне прислали вот такое счастье. Полностью оно все ажурное, окружевное. Но это уже не стринги. И что у нас тут? Это размер F. Вот так. Если вы берете универсальный размер на ваш 40-й, 42-й, то вам пришлют размер M, XL, F. И последний у нас тоже F. Это я их вывернула. Здесь швы не совсем качественные. Немножко торчат нитки. Но я думаю, это не так уж принципиально. Если продавец вам сделал скидку, то я подозреваю, скидка это, наверное, как раз и идет за счет этого. Типа, купи у меня труселя. Я тебе пошлю не совсем того размера, не совсем того цвета. Но зато я тебе сделаю скидку. Никаких претензий. И вот еще беленькие. Здесь торчит нитка у нас. Нитка вообще сама по себе. Она, видимо, приклеилась. Можно было погадать, на какого-нибудь жениха светленького седула. Вот. Вот такой у меня заказ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Действительно, десять труселей. А еще в довесок мне положили. Это, видимо, такая подвеска. Это маленький топорик. На веревочке. Вообще прикольный. На топорике какой-то рисунок. Даже это не топорик, скорее, а секирка небольшая. Надеюсь, его видно. Вот такой небольшой обзор моего заказа на Али. Вообще я очень давно не делала заказов. Это был где-то в ноябре или в декабре. Я даже не знаю, что мне так в голову дало. Ну, вот так. Учитывая, сколько сейчас у нас евро курс и доллара, я думаю, в ближайшее время вряд ли я там буду что-то заказывать. Если вам мой обзор был полезен, то я очень рада. Ну и спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...